Ну и вот это, видите, вы меня спрашивали, да, кто у меня спрашивал, вот эти квартиры по 300 тысяч у нас двухкомнатные, вот, пожалуйста, это единственная квартира, которая здесь были на продажу, и, в принципе, других квартир здесь нет. Вот этому зданию, ну, где-то, сколько, уже лет 15 с этим квартиром, 15, 15, где-то, ну, выходит там на речку вонючку, типа такого что-то, да, ну, то есть, ну, вот такие вот квартиры с балконом, 300 тысяч квартира здесь, здесь, в этом городе, поэтому, ну, я, например, не могу себе позволить купить квартиру за 300 тысяч долларов. Или дом за 450 тысяч долларов, или сарай за 400 тысяч долларов. Это надо, зарплата, ну, как минимум, чтобы вам все, ипруф сделали, чтобы вы даунпеймент положили, ну, минимум 100 тысяч долларов. Не знаю, бизнес какой-то, или не знаю даже, кем здесь сработают, программист, не знаю, кто еще. Ну, такую я выборку вам сделала, да, то есть, я нарезку сделаю, сейчас это все соединю, загружу, ну, вот это единственное, такие, да, получается, раз, да, сколько, три этажа, раз, да, три, четыре, четыре этажа. Ну, и так все, ну, так ничего нету, а, ну, еще какие-то танхаусы, они очень старые, тоже здесь где-то недалеко, что-то они там тоже такие. Короче, ремонтировать их надо. Вот это, и вот эти квартиры, кстати, которые, вот эта вот квартира 300 тысяч долларов, вот эта квартира в аренду, вот здесь вот, вот в чистом, да, месте, в таком хорошем. Аренда этой квартиры 1700-1900 в месяц, не меблированная, а меблированная 2500-2700, то есть, если вы хотите с мебелью сняться. То есть, вот представьте, вам нужно еще где-то заработать эти деньги, чтобы снимать здесь квартиру, то есть, есть на продажу, а есть в аренду. Ну, снимать квартиру. Вот. Ну, да, цены, конечно, ну, вот такие в нашем городе здесь, это в городе, это в городе, в городе. То есть, это не где-то непонятно где, это город-город. Я сейчас пойду попью кофе, соединю, наверное, у нас только машины здесь, мы соединяем, наверное, видео. Ну, выложу, посмотрите. Сделайте просто выводы из моей вот этой вот нарезки-выборки, как хотите, называйте. Какие дома, какие новые дома, квартира сколько стоит и так далее, видите, чтобы вы понимали, потому что, ну, люди вообще не понимают, о чем идет речь. И есть такие, которые говорят, так, а чего там жить? Ну, я пока здесь живу, что мне делать? Ну, у меня нет возможности никуда переезжать. Я просто показываю, какие здесь цены, и что я вообще просто не в состоянии здесь купить. Реально просто не в состоянии. Киргивер не в состоянии здесь купить. Кто-то дом пристаривает, но право я уже 50 тысяч раз покажу. Киргивер не в состоянии купить. У меня девочка в офисе работает. Она жила 4 года с родителями здесь для того, чтобы купить. Не арендовала ничего для того, чтобы купить кондоминимум здесь за 200 с чем-то тысяч долларов. Она работала, жила. Она одинокая женщина с ребенком. У нее ребенок младше, чем мой сын. Ну, она жила с родителями 4. Я у нее спрашиваю, как ты купила кондоминимум, да, танкаус, неважно. Я говорю, как купить? Вот я вот тоже с сыном, как купить? Она мне рассказала, она говорит, я жила 4 года с родителями и собирала, откладывала то, что ты вот за аренду, например, должна заплатить тысячу сто или столько. То есть она собирала эти деньги. И потом она положила хороший down payment. И сейчас она платит там уже, это самое, на 4 года она нас собирала. То есть 4 года годовые вот эти все зарплаты, сколько она зарабатывает. Она таким образом купила себе кондоминимум. Мне не с кем жить, чтобы не снимать квартиру, чтобы эти деньги, например, тысяча сто, которые я плачу. У меня не то, с кем жить 4 года, чтобы отложить эти тысяча сто и, ну, как бы, да, вот эту сумму, да, и потом вложить в какой-то танкаус. То есть, ну, вот так вот люди живут здесь. А вы думаете, люди приехали и сразу купили себе, бомбанули дом за полляма, блин? Это полляма, это минимум. И это даже не Ванкувер. До Ванкувера у нас час. И до Портланда у нас час. Ну, в зависимости от того, ну, в какую территорию вы приезжаете. Поэтому хорошо там, где нас нет.